За прошедшие сутки вооруженные силы Украины 50 раз нарушили режим прекращения огня. На Донецком направлении по районам 12 населенных пунктов противник выпустил 11 артиллерийных снарядов калибром 152 мм, 14 снарядов калибром 122 мм, 2 танковых снаряда, 20 мин калибром 82 мм и 41 мину калибром 120 мм. На Мариупольском направлении по районам 6 населенных пунктов противник выпустил 69 артиллерийных снарядов калибром 122 мм, 5 танковых снарядов и 28 мин калибром 120 мм. На Горловском направлении обстрелом из гранатометов и стрелкового оружия со стороны вооруженной силы Украины подвергся район населенного пункта Зайцева. В результате обстрела со стороны вооруженной силы Украины обесточено село Васильевка, ведутся восстановительные работы. Также в результате обстрела населенного пункта Докучаевск ранение получила местная жительница Забродина Ирина Михайловна, 1963 года рождения. Хочу отдельно остановиться на хлебном перемирии. С начала вступления во силу вооруженной силы Украины 13 раз нарушили взятые на себя обязательства. Применили артиллерию калибром 122 мм, минометы калибром 82 и 120 мм и танки. Все данные о нарушении минских доверенностей мы передали представителям ОБСЕ и СКК. Мы надеемся, что представители ОБСЕ проведут собственное расследование под данным фактом обстрелов и отметят это в своих отчетах. Наша разведка продолжает фиксировать факты междоусобной войны между подразделениями вооруженной силы Украины и нацбатами. Так, в ходе очередного боестолкновения между подразделением 72-й механизированной бригады и ДУП «Правый сектор» в районе Северного пункта Авдеевка, всего и те, и другие понесли потери около 20 ранеными и около 10 убитыми. Мы уже неоднократно заявляли о плачевном положении в рядах вооруженных сил Украины, особенно о моральном психологическом состоянии военнослужащих украинской армии в зоне АТО. По полученным нами данным, только за 20 июня военнослужащие вооруженных сил Украины совершили 133 случая самовольного оставления части, что составляет до двух мотопехотных рот. Таким образом, украинские военнослужащие понимают ненужность развязанной войны Киевом и не желают принимать участие в ратоубийстве на войне. Украинское военноруководство продолжает планировать проведение террористических и провокационных действий для последующей обвинения республики в нарушении минских договоренностей. По полученным нами данным от местных жителей населенного пункта Красногоровка, стал известен факт обстрела украинскими силовиками 20 июня этого населенного пункта. Но пикантность этой ситуации заключается в том, что в момент обстрела в Красногоровке находились представители американских религиозных конфессий, которые проводили там свою работу. По их утверждению, обстрел ввелся со стороны ДНР, но местные жители указали им, что обстрел ведется с позиции Вооруженной силы Украины. Впоследствии представители конфессии позвонили по телефону, вероятнее всего, командование АТО, и в течение последующих нескольких минут обстрел прекратился. Это является еще одним фактом, доказывающим ведение грязной войны Киевом против собственного народа. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok